Слава Украине! Привет всем от Полонского! Друзья мои, интересные новости приходят сегодня с самого утра из Мали, где была полностью разгромлена банда Вагнера. Значит, что там происходит? Помните, что в Мали был совсем недавно военный переворот. Один из череды военных переворотов в Центральной Африке. Все перевороты организованы, понятное дело, российским ГРУ. И речь идет о Мали, Нигере, Буркина-Фасо и так далее. Ну, вот эти вот три страны так точно, да. Значит, там сейчас банда Вагнера очень сильно в силе и в ходу. И вот что интересно, значит, следующий момент очень интересен. Смотрите, малийские войска, они ведут уже лет, наверное, 15, если не больше, войну с так называемым государством Азоват. С переменным успехом. Дело в том, что Мали, она не является... Там нет такого, знаете, малийского какой-то государства, образующей нации, да. Там есть юг страны, населенный в основном чернокожими племенами. И есть север страны, большая ее часть, сахарская часть, населенная в большинстве своем туарегами. И между ними пропасть. То есть ничего общего нет вообще. И вот как раз между туарегами и вот этими племенами, один из представителей которых сегодня вот очередной там военный диктатор, постоянно идет война. Туареги даже создавали свое государство Азоват, его никто не признал. Потом на месте государства Азоват создало свое государство Аль-Каида, так называемый Исламский Азоват. А после этого этот Исламский Азоват тоже рухнул. И короче там чехарда идет беспрерывно, там идет беспрерывное боевое действие между туарегами и центральным правительством. И вот центральное правительство призвало как бы банды Вагнера, чтобы разобраться с туарегами. Вот это вот очень упрощенно как-то так это все выглядит. И вот чем все закончилось. Значит, они пытались брать, штурмовать город, если я так не правильно говорю, Танзаутин, сложное название, на границе с Алжиром. И штурмовали безуспешно. Надо сказать, что там была Малийская армия, что туда подогнали очень много вагнеровцев с большим количеством техники. Было у них два вертолета Ми-24, подчеркиваю слово, было. Кончилось все для них печально. Очень печально. Значит, вся эта группировка, которая штурмовала вот этот город, полностью разбита и уничтожена. Они, видимо, штурмовали, потом поняли, что дело дурное, начали отходить. На отходе их поймали, я так понимаю. Видео, фотоматериалы у нас в описании к данному ролику, ссылки, там очень много всего. Там можно посмотреть и, как говорится, получить настоящее удовольствие. Группировка полностью уничтожена. По признанию самих же расшистов из ДШРГ Русич, кстати, что Русич, они к Русичам никакого отношения не имеют, но да бог с ним, это не об этом речь. Значит, уничтожено порядка 80 вагнеровцев, 15 попали в плен. Вся техника захвачена вот этими вот товарищами из-за завада, этими партизанами. Малийская армия тоже разбита там, которая находилась. Ну, Малийская армия нас в меньшей степени интересует, а вот, конечно, уничтожение вагнеровцев, это, конечно, да. И вот, что, да, фотографии, видеоматериалы, море оттуда, фотографии боя, значит, что меня несколько озадачило. Опять бегают, ну, честное слово, там, Туареги в Басалаптях по пустыне. Стреляют из автоматов, стреляют из ручных пулеметов. И потом пока уже кадры с этими, значит, разбитыми грузовиками, с этим всем разбитым. А там не грузовик, там броневики, броневиками. Ну, как бы, ну, Туарегов, конечно, много, и реально их много там, да. Но вот меня немножечко смутила, ну, как бы, разница в классе. Смотрите, у Туарегов из того, что я видел, вот, в том участке боя, который я видел, может, это и постановка была, то трудно сказать. Ничего толком, кроме стрелкового оружия, там, и гранатометов, возможно, ничего я не увидел. Подготовка их, скажем так, тактическая, тоже оставляет желать лучшего. Ну, вот я сейчас мягко говорю. А тогда спрашивается, кто же раздолбал вот эту колонну, в которой там, я так понимаю, несколько сот довольно-таки профессионально обученных бойцов было. Ну, вот я посмотрел, еще раз говорю, на Туарегов. Ну, вот, как бы, сомневаюсь. А знаете, что еще я вам скажу? Вот какую я вам вещь скажу. Дело в том, что когда расисты зашли в Нигер, в Буркина-Фасо и в Мали, они же не учли, что это все бывшие французские колонии. Они оттуда Францию, как бы, выперли, американскую военную базу выперли. И вот в связи с этим, вот этот тотальный разгром на Алжирской границе, мне, как бы, вот так вот видится несколько более сложным, чем просто война с Туарегами. Так что, возможно, там планирование, а, возможно, и частично осуществление, особенно, что касается работы по бронетехнике, было не только со стороны Туарегов. Ну, кто его знает? В любом случае, можете посмотреть видео и получить удовольствие. Да, еще один интересный момент. У них там за двухсочин один из путинских бандитов, это администратор канала Грейзон, который очень любил постить видео с убитыми украинскими солдатами. Очень любил, он это постоянно постил и так этим просто, ну, захлеб радовался. Вот, а сейчас он находится там, в Мали. Да, 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 да. Все будет Украина.